Приветствую! Вы смотрите канал HardSound, меня зовут Кирилл и сегодня мы поговорим про технику игры на электрогитаре. Некоторые гитаристы и даже некоторые преподаватели считают, что есть некая правильная техника, ну естественно та, которую они преподают, и неправильная. Ну все вот эти вот вялые козлы клюющие, навосы резкие как понос и прочие выражения, эпитеты, от которых в экстазе школьники младших классов. Я же считаю, что правильной или неправильной техники игры на электрогитаре просто не существует, но обо всем по порядку. Недавно вышло видео на канале Аси Багдасаровой. Это педагог по вокалу, с недавних пор видеоблогер и жена известного вам Ивана Сарамятникова. Видео называется «Техника или душа» или «Техника против души», честно говоря, не помню. Очень хороший проработанный ролик, в котором она выдвигает две мысли. Первое. Как вы знаете, Фреда Юру Шильникова называют педагогом по технике игры на электрогитаре. Первый ее тезис – это не существует педагогов по технике игры на инструменте. Нет, Бог! Нет, Бог, пожалуйста, нет! То есть в профессиональном музыкальном мире, в принципе, нет такого понятия. Есть просто педагоги по разным предметам. Но техника – это всего лишь малая часть изучения инструмента. И, как правило, педагог просто показывает, как играть, показывает основные технические аспекты, дает упражнения, и студент, ученик сидит дома и сам отрабатывает все эти нюансы, сложности, пока у него не удается сыграть тот или иной отрезок какого-то сложного произведения. То есть изучение техники, то есть моторики рук – это сугубо индивидуальная часть обучения на музыкальном инструменте. Ну, конечно, если вы не инвалид, и вам не нужен какой-то особый подход и особые уроки отдельно с преподавателем, чтобы он вам показывал, прям пальчики вам ставил, показывал – это сюда зажимать, это сюда зажимать. Но это что-то такое отдельное и особенное. И еще она разделила понятие техника и техничность исполнения. То есть под техникой подразумевается некий общий, скажем так, принцип игры на инструменте. То есть как вы играете на гитаре? Пальцами, медиатором, используете слайд. То есть это совершенно разная техника. Или, например, разная техника. Одно дело, когда вы играете панк-рок какой-то гаражный, другое дело, когда вы играете джаз, джаз-фьюжн. То есть совершенно разная постановка, разные цели, разный звук. Вот это называется, в принципе, техникой. Ну, по крайней мере, из ее ролика. Техничность Техничность же это что-то такое, что-то вроде виртуозности владения инструментом. То есть точность, скорость и безошибочность игры. Вот это техничность. То есть как бы два разных понятия. Можно еще привести такой пример, что техничность, ну, это, например, в тяжелоатлетике, когда вы делаете какое-то упражнение с большими весами, например, становую тягу. Ее можно сделать технично, можно сделать не очень технично. И так, и так вы поднимете один и тот же вес, но при этом, исполняя упражнение не технично, вы рискуете сорвать себе спину, повредить позвоночник, связки. В общем, такие неприятности. Хотя, казалось бы, вес подняли, но подняли криво. Это называется не техничное исполнение упражнения. На самом деле ролик очень хороший, но, на мой взгляд, Ася допустила очень важную ошибку. Она не учла, что электрогитара в корне отличается от классических инструментов, таких как фортепиано. Когда мы говорим про классические академические инструменты, как фортепиано, скрипка, виолончель, духовые инструменты или та же классическая испанская гитара, то там существуют устоявшиеся за сотни лет стандарты и правила исполнения на этих инструментах. Эти стандарты прописаны в учебниках, методичках. Их преподают в музыкальной школе, училище и в консерватории, в высшем учебном музыкальном заведении. Это как бы не шарашкины конторы, это бюджетные государственные учреждения, которые выдают по итогу обучения вам диплом соответствующего образца. И там вопрос техники исполнения, правильности игры на инструменте очень просто стоит. Либо вы с точки зрения этой школы правильно исполняете, либо неправильно и просто не сдаете экзамены. Правда, помимо техники, там будет еще гора мусс-теори, тонна вызубренных музыкальных стандартов и работа в оркестре. Электрогитара – это инструмент молодой, ему всего чуть больше 70 лет. И можно сказать, что гитара еще, электрогитара не завершила своего развития. В принципе, изначально электрогитара стояла как бы в стороне от академической музыки. Да и сейчас, насколько я знаю, на электрогитаре вы будете играть только в музыкальном училище, на эстрадно-джазовом отделении. И то там не будет никакого металла, шреда, ничего подобного. Там будет джаз, а в джазе как-то не особо подробно говорят про технику исполнения, там звукоизвлечения. Там больше говорят про гармонию, умение импровизировать, знание музыкальной теории. То есть про то, из чего создается, собственно, музыка. Как это ни странно. Да, есть такие явления, как красный химик и еще несколько рок-школ. Но по сути это все такие же частные преподаватели со своим частным мнением. Поэтому считать это каким-то стандартом, ну, просто глупо. Вообще электрогитары это, по сути, изобретение инженеров, а не профессиональных музыкантов. И на что был способен этот инструмент, они даже не подозревали. Изначальная идея была просто усилить громкость, как это ни странно, гавайской гитары и обычной шестиструнной, чтобы в популярных тогда биг-бендах инструмент просто не терялся, чтобы можно было подключить к ламповому комбику и звучать громче. Изучали же электрогитары такие новаторы, как Леспол, один из изобретателей электрогитары. Чак Берри, который уже использовал ламповый перегруз, ну, другого просто не было. А потом Джимми Хендрикс, который активно использовал перегруз и Фосфейс, и Кваки. Это просто было что-то нереальное и совершенно новаторское. Они играли совершенно разной техникой, с разными эффектами, приемами. И, по сути, они изобретали эту музыку и этот звук, которые вошли в историю. В определенный период времени электрогитара была вообще олицетворением всего бунтарского и свободного. Тут вообще не приходится говорить о какой-то технике звукоизвлечения. Просто глупо. А приемы игры были такими же свободными, как и музыка и нравы того времени. Но позже развитие гитарного оборудования повлияло на появление новых приемов и стилей игры. По сути, супертехничные гитаристы, которых называли виртуозами, появились только в конце 70-х. А каждый со своей техникой и стилем игры стали суперпопулярными. Но стали ли от этого звучать хуже такие группы, как Deep Purple, Led Zeppelin или Euray Hip? Ну, очевидно, что нет. Просто электрогитарная музыка чрезвычайно разнообразна. Ее нельзя упаковать в рамки одного стиля с присущей этому стилю техникой звукоизвлечения, техникой игры. Ведь, по сути, между вот этим... Существует огромное количество крутых музыкантов и отличной музыки. Ведь гитара – это не спорт. Ну, по крайней мере, это не всегда спорт. Это, в первую очередь, инструмент для игры музыки. Если слушатель что-то в вашей музыке задело и вызвало эмоции, то, по сути, цель достигнута. Естественно, есть определенные показатели качества игры, которые называются техникой или техничностью исполнения. Но чаще всего их видят только довольно опытные гитаристы. Но и опять же, зачем всех равнять под одну гребенку? Большая ошибка считает, что если вам что-то удобно, допустим, хват медиатора или постановка руки, игра от локтя или кистью, то это якобы должно быть удобно и всем остальным. Это не так. Есть очень много гитаристов виртуозных, которые играют совершенно дичайше. Внешне это выглядит... Ну, я смотрю, и мне, по крайней мере, вот прям больно. Я не представляю, как можно от плеча играть, как можно играть от локтя. Как можно вот так вот медиатор уточкой вытягивать, но эти гитаристы так играют, и, блин, это все звучит зашибись. Так, какая проблема? Если вы, играя этой техникой, достигли вашей цели, которую вы себе поставили, вы выполнили задачу, то, как бы, все, проблемы никакой нет. И вот эти постановки, как правильно ставить медиатор, они не играют никакой роли. Вообще, вся эта тема с правильной или неправильной техникой игры, ну, блин, она нужна только самим гитаристам, причем чаще всего диванным. В профессиональной музыкальной сфере, то есть где есть концерты, туры, где есть запись в студии, важен только результат. Все остальное это разговоры и не боли, поэтому мы можем видеть мировых звезд совершенной, казалось бы, неправильной техникой игры. Что касаемо общего хайпа на ютюбе в последнее время, то нужно быть недалеким, упертым бараном, чтобы не понять причины такого поведения гитарных блогеров. Это обычная реклама, друзья. Реклама своей персоны и, в некоторых случаях, своего товара, ну, например, уроков, преподавания. Забавно, что многие пишут, что этот ваш хайп уже надоел, ко-ко-ко, ну, блин, друзья, этот хайп вы смотрите больше всего. Зайдите на канал любого участника вот этих срачей и посмотрите, какие ролики смотрят больше всего, какие ролики больше всего обсуждают. И когда блогер, то есть автор, контент-мейкер обсуждает, какой же мне ролик снять, он может снять сложный ролик, делать его там неделю-две, сложный монтаж с кучей камер. Его посмотрит, допустим, 5000 человек. А может просто за 5 минут записать какой-нибудь хайповый ролик с хайповой картинкой, с хайповым названием и получить 20 тысяч просмотров. Так как вы думаете, какой ролик он сядет записывать? То есть, по сути, вы же и влияете своими просмотрами на появление такого говноконтента. Так а чего вы тогда жалуетесь? Блогеры, которые ставят свои первостепенные задачи максимальный охват аудитории, в данном контексте поступают вполне логично и правильно. Просто не нужно обманываться и думать, что это герои, которые пришли спасать этот мир от козлиных, прости господи, хлебажуев. Друзья, любите музыку, играйте музыку, потому что мятные фёклы рано или поздно закончатся, а музыка и гитара останутся. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!